Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте, батюшка. Это Анна. Мне 14 лет, и я бы хотела задать два вопроса. Первый вопрос такой, ну, какие у меня должны быть отношения с мальчиками, потому что как бы уже и встречаться хотелось бы, ну, а я как-то, ну, вообще, ну, я не знаю, как бы. С мальчиками, дорогая, мы встречаемся в классе и на перемене. Вот этого вполне достаточно. Что сверх того, это уже пойдет во вред. С мальчиком нужно держаться у нас, когда я был такого, как ты, называлось держаться на пионерском расстоянии. Оба вытягивают руку, и вот на расстоянии двух рук. Вот и все. А встречаться – это совершенно ни к чему. Надо встречаться с хорошими книгами, надо встречаться в церкви на божественной литургии. Вот можно встречаться на днях рождениях, на каких-то праздниках школьных, или там в какой-то паломнической экскурсии. Вот это хорошо. А то, что хочется, это вообще не критерий. Детям, особенно в твоем возрасте, иногда такого хочется, чтобы упаси Бога сохрани. И второй вопрос. И второй вопрос, вот я не знаю, у меня в классе есть мальчик, который, ну, часто унижает там многих в классе, ну, и меня тоже в частности обижает, там, обзывает, ну, иногда не очень хорошими словами. Но многие в классе то ли боятся его, но почему-то поддерживают. Я не знаю, как с таким мальчиком быть. С ним не надо быть. Нужно быть с учителем. Подложишь к учителю, говоришь, вот этот мальчик ведет себя безобразно. Прошу вас принять меры. Если меры не будут приняты на этой перемене, я пойду в учительскую. Если после этого не будут приняты меры, моя мама напишет заявление в прокуратуру. Все учителя перепугаются до полусмерти. И с этим мальчиком проведут соответствующую работу. Вот этот поступок будет правильным. Продолжение следует... Продолжение следует...